Ну что ж, многие ждали выход этой долгожданной игры, а в первых рядах самые умалишённые, пропитанные до мозга гостей поторианной, в том числе и... Привет! Ещё полгода назад, а именно числа 08.10.2022, вот скрин, купили мне Хогвартс, и с тех пор у меня украинский стим. Покупать я ничего не могу в стиме, да оно мне и не надо, в принципе. Ну, игры вы сами видели, какие сейчас выходят. Не особо-то ошибки, на самом деле. А вот поиграть в какой-нибудь Хогвартс Легаси, это, конечно, я могу, да. Большое спасибо хочу сказать моим друзьям, а именно Дмитрию Путенко, Майте Путу, Ванёчка Кумбрити и Никите Нюме за столь ебаную манипуляцию с переводами. Там бы я не догадался изменить в стиме платёж и купить себе Гарри Поттера за 3 500. На тот момент он стоил 3 500, а сейчас он стоит вообще бешеных денег. Типа 10 тысяч в игру. Нет, спасибо, не хочу, идите нахуй. В общем, пацанам огромный респект, спасибо большое, что купили мне Хогвартс Легаси. Действительно благодарен. В общем, перейдём к началу игры, но для начала... В начале игры нас встречаются разные настроек, которые выставлены на рекомендованные средние. Я, честно говоря, думал это рофл, так как комп у меня не то, чтобы прям каловый. Ибо на релизе Elden Ring я запускался спокойно на высоких, без единого фреза, но здесь... Знаете что, я сразу скажу, это пиздец. Вот помните Cyberpunk? Не на ПК, а на плойке. В первый день релиза у всех настолько жутко лагал. У типов плойки сгорали, шумели, пердели, свистели. Так вот, это то же самое, только на комп. Игра жутко неоптимизированная. И я иногда, когда проходил её, смотрел даже не анимы. Мне просто показывали картинки с текстом. Это пиздец. В дальнейшем я покажу, что у меня происходило. В игре о катсценах, чтобы передать полный ахуй от увиденного. Ну а пока выдвигаемся к созданию персонажа. На самом деле, я изначально думал создать кого-то похожего на себя. Ну типа, бля, ну типа я и в Хогвартсе, это давно мечта моя, блин, в Хогвартс попасть, да? Мы тогда сидели с другом, с кинтофариком моим Никиткой в Дискорде. И бля, давай создадим какую-то, ну вот, уёбище, да? Вот насколько можно создать уёбище? Можно. Типа нет, по настройкам здесь действительно, ну, неплохо скажу. Типа, я знаете, я избалованный человек, который очень много поиграл в Black Desert. Также половину игры просидел просто в настройке персонажей. Там изменения, накладывание ресниц, каких-то причесок разнообразных, увеличение груди и поп. Рост. Эх, ой, кола пошла, отлично. Ну типа, я не то чтобы был сильно удивлён, таким редактором меня уже не удивить. Вон, Warcraft уже давно его завезли, так чё и нет. Поэтому у нас получился ОНО. Мы решили не отставать от трендов, делая чернокожего второго голосового волшебника Альбуса Дамбулдора. К вашему сведению, сейчас нас встречает кастсцена 3440 на 1140. А рамки это потому, что 4К гейминг всё ещё не пришёл в ААА студии. И рамки в кастсценах должны быть. Да, вот, кушайте каки, спасибо. Ммм, очень вкусно, спасибо. Ну ладно, ААА это я, конечно, перегнул. Но согласитесь, хайпу игры было ничуть не меньше, чем у Киберпука. А релиз так тем более схож. По багам хотя бы. В общем, сюжет начинается с того, что мы собираемся отправляться в школу магии и волшебства, параллельно перекидываемся с дедом за жизнь. Мол, хорошо, что поступил в наш шарагу, будешь учиться на повара, жрат готовить, баб цеплят, ну и дворы подметат. Глядишь, после закрытия диплома за чекушку водки метя к себе возьмём. Появляется из ниоткуда в рот ебись мужичок в очках. Это наш деда знакомый, Джордж Озрик. В 20 подробностях, кто это не станет. Его персонаж, так сказать, мимолетный. Всё, что нам надо знать, так это то, что он нашёл вот такую древнюю штукенцию. Попрошу заметить, в этот момент наш типчик замечает за окном силуэт дракона. И как бы нет, я всё, конечно, понимаю, показалось. Но с кем не бывает. Летишь ты такой на летающей карете, а за окном огромная ящерица, дыша огнём. В общем, деды не могут открыть шкатулку из-за сильной древней магии, которой наш студент, слава богу, не обделён. Поэтому мы хватаем шкатулку у деда и открываем ее. Нас останавливают, чтобы мы не трогали ключ, и происходит вот это. Да, неудобно получилось. Ну ладно, как говорится, урок усвоен. И в следующий раз я обязательно предупрежу людей рядом с собой о надвигающейся опасности. Дракон оказался падлой, подчинённой древней тёмной магии, посланный за нами, чтобы нас убить. Но у него ничего не получается, и нам с дедом придётся добираться до школы пешим ходом. А могли бы просто, как в фильме, трансгрессировать сразу мужской туалет, и выйти типа меня прорвало от вчерашней шавухи с двойным сыром. Так, что же дальше? Мы с дедом ели как вырвались из лап смерти и трансгрессировали на какой-то остров. Вначале я подумал, что это ремастер второго Дарк Соулса, а вон тот маленький островок, это отдельная маджула. Кузнеца я не нашёл, рыжую бабу тоже, но нашёл сундук и отсылку на фильм «Фантастические твари». Итак, оказывается, мы оказались на древнем островке с древними загадками о древней дедов, которые таким способом прятали древние тайны и тайны древней магии. Фух, ебать. Пролог, честно говоря, не очень. Я понимаю, что разработчики хотели дать толчок истории и сразу затянуть нас в нынешнее время данной вселенной, но, бля, я душнее пролога в играх не видел давно. Причём мало того, что это выглядит всё каким-то затянутым, малоинтересным, так тут пиздежа налепли настолько, что во всех книгах роулинг бы не влезли. И причём персонажи могут пиздеть минут 20 без остановок, повторяя несколько раз тебе то, что ты и так уже знаешь. Люди, не смотревшие фильмы или не читавшие книги, просто в это играть не будут, потому что они не выкупят всю идею игры. А подавать информацию, которую ты знаешь уже по второму разу, нет смысла, ибо это начинает душить с первых минут геймплея. Вернувшись к игре, мы оказались в банке, где отдаём тот самый ключ-портал и отправляемся открывать нашу ячейку. За демонстрацию гоблинских каруселей ставлю 10 диснейлендовских горок из 10. Что ж, вот мы и приехали, нам открывают нашу ячейку, за что мы благодарим показам фокусов нашего маленького друга. Ну и отправляемся на обучение игре, собственно. И вот здесь я могу заметить, что управление игры очень приятное, ну типа выпускать из палки свистоперделки весьма забавно. И не надоедает, как во всех частях про Поттера. А когда появляется больше крутых заклинаний, так вообще можно ложить пачками целый комвой чубриков. Обучение здесь весьма несложное, надо найти профессора, параллельно выполняя разные механики игры. Аля следуя за свистульками, поверденные железных стражей, да и пизды железные стражи. Далее мы с дедом нашли омут памяти. Это если кто не шарит, такая штукенция, в которую ты заливаешь память какого-то воспоминания, и можешь его посмотреть, окунув туда свое лицо. Древние деды для нас приготовили кучу испытаний, которые мы будем должны пройти, чтобы получить ответы на интересующие нас вопросы. Что такое древняя магия, почему именно мы можем ей так управлять, и когда можно уже будет взять пуджа в игре Доте 2. Тут внезапно к нам в комнату врывается несколько мелких гоблинов. Ранрок именно так зовут главного злодея сияй игры, который владеет древней темной магией. Именно он насрал нам драконом и управляет бандой темных волшебников. Они с дедом перекидываются пару слов. Гоблин старший просит Ранрока и говорит ему чутка съебнуть. Ответ, конечно, убил. Затем затевается драка, где победа чёт не в нашу пользу пока идёт, поэтому вызывает демона Плавильми из Демон Солса, и пусть они махаются. Пока они там махаются, злодеи чё-то там раскидывают свои магии, мы с дедом находим тайный портал и съёбываем со сцены. Находим портал, который приводит нас прямо к Хогвартсу. Ну и теперь, наконец-то, Юбисофт представляет. Внимание, директор Хогвартса, профессор Блэк. Корее всего, потомок Блэков, как и Сириус Блэк, отчитав нас за опоздание, ведёт к распределяющей шляпе. И тут я не выкупил приколы. Я думал, распределяющая шляпа будет сама нас отправлять на факультет без вопросов. Или задаст их чутка больше, чем два. Почему два? Потому что третий вопрос, это чисто твой выбор, куда ты хочешь поступить. С одной стороны, это, наверное, прикольно, что ты сам можешь выбрать факультет. Типа, если ты не фанат Слизерин с детства за Гриффиндор, то, конечно, ты хочешь попасть в Гриффиндор. Или если ты не видел комнаты других факультетов, которые не показали в фильме, то хочешь посмотреть их в игре. Но хотелось бы просто ответить чисто сердечно на вопросы и попасть на факультет, основываясь на своих ответов. Короче, я долго думать не стал, выбрал Слизерин. Ибо Гриффиндор попса ибанок, Коктовран там все пизданутые, Пуффиндуй отстой дно, именно поэтому Слизерин. Нам показывают комнату нашего факультета, и выглядит оно добротным. Первым делом я, конечно, решил использовать свои приобретенные знания, накопленные за 40 минут геймплея. А затем просто бродил, осматривая все вокруг. Честно говоря, выглядит почти все как в фильме. От себя, конечно, пришлось с разрабом добавить многое, но это никак не сбывает ощущение того, что ты попал именно в тот Хогвартс. Кстати, попытался зайти в женские спальни, но... Эх, а жаль. Первым делом нам надо поговорить с однокурсниками, мол, как сюда попал и кто я вообще такой. Я им сразу пояснил за свои вкусы, мол, я слушаю только рэп, крэком не приторговывать, так как батя из-за этого сел. И что вообще-то я темный волшебник. Ну, я просто делюксы здания купил, а там темную магию дают, поэтому... А вы о чем подумали? В общем-то, приступим к интересному. Первый урок проходит у профессора Ронина, и на нем нас учат магии акцию. Мини-игрушка с притягиванием мячиков оказалась не такой фигней. И я несколько раз умудрился сфейлить. Но победа все же моя. Там мы в конце урока знакомимся с таким персонажем, как Натсай... Натсайонайс, которая в дальнейшем будет помогать нам бороться со злом. После урока нас справляют в открытый оплавник, где мы можем побегать по Хогвартсу, и, честно говоря, мне... Бля, мне так нравится смотреть на мелкие детали, которые здесь добавили. Типа вот эти вот горшки есть, какие-то свитки лежат, какие-то шкафчики. И ты понимаешь, что... Да, с этим нельзя как-то взаимодействовать, по большей части. Но ты просто на это смотришь и такой... Бля, как же пизда-то, слушайте. Ну, как же вот... Ай, хорошо. Ай, молодцы. Вот здесь какие-то свитки, вот тут каракули какие-то. Ну, блин. Ну, реально вот попал в магический мир Хогвартс. Ну, а чё ещё надо, да? Вот игра называется Хогвартс. А чё ещё надо? Я не знаю. Мне нравится. Проблема, наверное, то, что когда я зашёл к этому учителю, с которым мы вот путешествовали, да, с ним нельзя ни о чём поговорить. Ну, просто персонаж, он как бы есть, он ходит куда-то, чё-то делает, но с ним нельзя взаимодействовать. Также в его комнате очень мало взаимодействий. И там буквально вот открыл я сундучок, покрутил какой-то глобус и всё, можешь идти дальше. Мне понравилось то, что я вот тут ему взорвал учебники, и он такой, хм, бля, что же... Что же здесь такое? Ну, в общем, как-то киберпанк что-то. Вообще хочу сказать насчёт взаимодействий. Их не то чтобы много, прям особо, да, вот здесь можно, например, подойти чаёчек попить, а где-то можно восстановить какую-то статую, покрутить что-то. Но этого как будто мало, что ли. Честно говоря, когда игра только-только выходила, я думал то, что я буду ходить по Хогвартсу, и у каждого там будет своя какая-то история. Например, я подойду к какому-нибудь ученику, да, или, ну, к сброду учеников, и они будут что-то делать, и я смогу принять в этом участие. А на деле же ты смотришь на миникарту и такой, а, ну, у вас тут взаимодействий нет, поэтому я пойду, пожалуй, вон туда, где оно есть. Наверное, это сказывается больше на недостатка времени разработчиков, так как им действительно, ну, сколько они делали эту игру? Года два, три? Не знаю, по мне, можно было добавить, конечно, побольше взаимодействий. А то мир действительно кажется, ну, как будто я реально в киверпанке хожу, и тут каждый живёт, не живёт, а точнее просто ходит по скриптам налево, направо, вперёд, назад, или просто делает какую-то анимацию. Не знаю, это очень сильно выбивает тебя из мира, в котором ты находишься, но не всё так плачевно, как я говорю, на самом деле. На самом деле, изучение заклинания тут довольно простое, наверное, как в первом Гарри Поттере, вот самом-самом первом Гарри Поттере, когда там нужно было водить мышкой вот так вот вверх, вниз, там, да, успевать, только тут надо ещё кнопочки нажимать. Изучаем заклинания, ничего сложного, побеждаем в дуэли, ура, победа, всё, можно идти дальше гулять. Отлично. Знакомьтесь, это Себастьян. Или по-нашему Семён. Семён вообще-то врод ебал всю эту учебную чепуху, и, мол, уже не первый раз занимается запретными вещами такого своего рода бандюган у нас. В дальнейшем он нам покажет комнату, в которой мы будем изучать взрывающие заклинания. А, ну ещё у него сестра лежит под действием тёмной магии, которой наколдовали тёмные гоблины. Не забываем гладить киску из пластилина и выдвигаемся дальше. Тут я, кстати, заснял забавное освещение из какой-нибудь игры про аниме баб, которых нужно крутить. Ну, знаете, типа Геншин Импакта или Тавер оф Фентези. Выглядит это, конечно, всарата, но... А что поделать? В школе магии не такое бывает, верно? Помимо сюжета, здесь есть вот такие интерактивные мини-загадки. Я вначале вообще не понял, как эту ересь решать и чё нужно вообще клацать. Я понял, что животные связаны с цифрой, но догадаться какой... Знаете, в нормальных играх цифра 0 обозначает нихуя, а 0 в этой игре это залупа. Ну, вот это залупа. В общем, магические твари тут привязаны к определенной цифре от 0 до 9, которые идут слева направо. Если вы умеете считать до такого количества цифр и еще можете их сложить, то игра вам подходит. Покупайте. Также здесь есть вот такие сундуки с глазом. Они открываются при помощи магии исчезновения. Это вот главный зал, ну или каким он был 100 лет назад. Картины здесь некоторые двигаются, а некоторые они стоят в АФК, просто чилят. Лесица здесь не круется, как в оригинальной истории, а просто появляется у тебя под ногами. Далее, поднявшись вверх, я заметил вот такого чубрика. Это Полтергейст Пивз. Ну, многие его уже видели, наверное, по трейлерам. Но я скажу для тех, кто не видел. Это своего рода главный тролль всего Хогвартса. Знаете, в школе был такой задира всегда. Ну, на него целая пачка собирали, чтобы избить. Так вот, это Пивз. Как по мне, этот парень веселый достаточно. Да, он один раз крысил нас в училке, когда мы пробрались в запретную секцию почитать книжек. Поступок, конечно, петушиный, но все еще забавный парень. Чего вы к нему пристали? Сейчас нам нужно отправиться с нашей африканской подруженцей в Хоксмит. Это городок у Хогвартса. Там нам нужно будет выбрать себе палочку, прикупить несколько магических вещей и дать пизды огромному троллю. Насчет боевки поговорим чуть позже, но скажу, что это первое серьезное сражение за три часа. Ох, блядь. В Хоксмите добавили много всяких интересных штукенций из фильма. Типа лавки развлечений Фреда и Джорджа, саму лавку оливандера и бар из фильма Три метлы. Начну, пожалуй, с самого важного лавка оливандера. Дело в том, что, как и факультет, палочку ты здесь выбираешь сам, ее характеристики, цвет, внутренности, какой длины она будет и гибкость. Я выбрал себе, какую мне выдал сайт, а именно вот такую. Так что побольше уважения, смотрите, с кем я наравне. Далее лавка приколов. Тут ничего особенного, просто можно жрать все, что видишь, и дышать потом огнем. Здесь на деревню нападают тролли под действием все тех же темных искусств. Мол, злые челики прознали, что мы пришли в Хоксмит и хотят нас убить вот таким образом. Тролли крушат здание и все, что видит перед собой. А это так вообще готов нас сожрать? Благо я парень хуем не деланный в Хоккарсе с 5 лет. Достал свою волшебную палочку, вспомнил уроки своих наставников и начал тупо жать кнопку у ворота. Ну а как вы хотели? Вообще-то Элден Ринг прошел, да. Там это работало эффектно. Так почему здесь не сработает? Бой с троллим не то, чтобы сложно, скорее ты сидишь в аху, ибо последние 3 часа ты просто щелкал еблом АФК. А то тебе вываливают такую махину и говорят, ну че, эй, парень, давай, делись. Мне еще нравится, как она получает пизды, пока я на серьезном ебале уворачиваюсь бегущего на меня тролля с дубиной. В общем, лопаем тролля с помощью древней магии. К нам подбегает мракоборца, а какая местная полиция, и говорит, что мы молодцы, в будущем нас ждут успех. Успех? Успех нас ждет в будущем, да, будешь? Будешь под лестницей подмисать, будешь? И говорит, что мы молодцы, в будущем нас ждет успех по карьерной лестнице. Слушай, тетя, я, конечно, не против заниматься там вот этой вот вашей фигней с бумажками, да, сидеть серьезным лицом на заседаниях, там, но если я не буду получать каждый день один бигмак с звонным сыром и банку Редбула, наше предложение все. После чего отстраиваем поломанные предметы и заходим в лавку. Там нам продавец говорит, ой, ой, молодец, какой получил, получилось этого тролля победить, да, вот смотри, держи, короче, это тебе бесплатно, это тоже бесплатно, и вообще приходи, будешь самый красивый у нас здесь. Я, конечно, благодарю, мне очень понравилось, спасибо, я еще приду, да, вот. Полное ощущение, что эту игру делали такие вот челы, они посидели и подумали, что там надо этим детям от Гарри Поттера, магию, метлу, квесты, какие-нибудь там, головоломки, блядь. Подобный подход в индустрии не новость, но что шокирует по-настоящему, это защитники этой игры, которые говорят, что игра норм, и даже капусту выращивать им интересно. Я не знаю, игроки ли это в танке, решившие сделать вылазку в мультигейминг, или просто какие-то нормисы, но так или иначе, создается впечатление, что некоторым даже если насрать на тарелку и написать на говне бисером слова Гарри Поттер, они поставят этому блюду пять звезд Мишлен из трех возможных. Но на самом деле, с объективной точки зрения, Hogwarts Legacy хуже, чем Force Pocken. Force Pocken игра фонистей и динамичней, и это какая-никакая, но все же новая история, она не зашкваривает своим существованием одну из лучших вселенных. Ну а Hogwarts Legacy, очередной феномен игровой индустрии, поскольку это абсолютно успешное днище, которое не только побило по онлайну в первый день киберпанк, и которое в очередной раз вылезали все, кто можно на кинокритике, но скорее всего, стоит готовиться еще и к тому, что эта срань заберет пару-тройку наград. И на этом ужасном разочаровании у меня на сегодня все. Пишите в комментах, насколько Hogwarts Legacy, по вашему мнению, великая игра, нажмите что-нибудь под этим видео, и обязательно пришлите его друзьям. Ну а в остальном, все как всегда, пишите, жмите, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok